Так, здравствуйте, ещё раз. Вот такая посылочка пришла. Здесь, насколько я знаю, у нас светодиодные светильники с датчиком движения и с датчиком день-ночь. По крайней мере, так написано на самой посылке. Давайте смотреть, да, здесь всё у нас пусто. Да, это замечательная вещь, я уже заказывал их, эти светильники. Вещь просто офигенная, ребята. Значит, смотрите, они очень маленькие, во-первых, да, вот они, ну, я их держу в руках, вот для сравнения могу рядом с ним положить мобильный телефон. То есть, они примерно в два раза меньше мобильного телефона. Причём здесь установлен очень суперяркий, как бы, светодиод. И что самое главное, там внутри, видите, такая вот, как бы, как линзочка сделана. То есть, он очень ярко светит. Значит, есть здесь датчик, соответственно, день-ночь. И есть датчик движения. То есть, для чего это нужно? Вы, допустим, вы можете использовать его где угодно, там, в сарае, в туалете, в коридоре, в шкафу-купе, к примеру. То есть, суть в чём? То есть, вы его наклеиваете, вот, допустим, на 3М-овский скотч, или закрепляете вот на эти винтики, на, ну, там, в шкаф, к примеру. И когда вы открываете шкаф, срабатывает датчик движения, и он у вас включается. То есть, подсвечивает вам всё то, что происходит, как бы, в шкафу. Также вы можете использовать его ночью в коридоре, как ночник. То есть, поставив его, соответственно, он днём включаться не будет, потому что есть датчик день-ночь, он будет работать на движение, будет работать только ночью. Значит, примерно 2, значит, 3 метра примерно он реагирует на движение. То есть, на коридор это больше, чем надо. В шкаф, там, соответственно, это ещё лучше. То есть, вы как только открываете шкаф, то сразу у вас зажигает сет. Но самое интересное, ребята, во всей этой ситуации, посмотрите, как сделана обратная крышка. То есть, вам некоторые говорят, как там, когда батарейки устанавливаются, потом очень сложно, соответственно, их менять. Здесь, ну, потому что там нижняя часть прикручена, там бывает, там, к потолку или что-то там ещё. И, в общем, там как-то разобрать это, в общем, ну, достаточно тяжело. Смотрите, как здесь сделано. Здесь она снимается вот таким вот просто лёгким движением. Оп. И всё. Значит, смотрите, здесь установлены магниты. Один и второй магнитик. И, соответственно, он просто раз. А здесь, соответственно, установлены крышечки. То есть, не крышечки, а, соответственно, установлены металлические пластинки, которые магнитятся просто тупо к этим магнитам. И всё. То есть, надо вам поменять батарейки. Вы спокойно крышечку сняли, поменяли эти батарейки и также спокойно крышечку надели. Вот такая вот красота. Значит, я заказываю их уже не первый раз. Светят они действительно хорошо. Работают они действительно качественно. То есть, не было никаких сбоев. Этих трёх батарей хватает. Но мне на даче, ну, начиная с ранней весны до поздней осени, совершенно спокойно. И ещё даже зимой они у меня стоят, я их только меняю на следующий год. То есть, как бы, считайте, год они абсолютно нормально работают. Ну, потому что здесь тратить нечего. Можете поставить, я говорю, в любое там помещение, которое не требует какого-то постоянного освещения, где нужно просто, чтобы была подсветочка. Плюс ещё у меня, вот я говорю, вот ещё мне нравится это автоматическое включение и выключение. Задержка у неё примерно 30 секунд. То есть, вы, когда он включился, он где-то примерно выключает сам через 30 секунд. Если вы включите свет, то из дневного времени он загораться вообще не будет. Батарейки пальчиковые, мизинчиковые, так их называют, 3А которые. В общем, ссылка под видео. Вещь обалденная, всем рекомендую. Ребята, лёгкая, качественно сделанная. Пластик прям, ну, классный, в общем. Цена, по-моему, в районе 250 рублей. Аналогичные вещи здесь стоят примерно 500-600 рублей, аналогичные светильники. Не знаю, почему китайцы до сих пор не подняли цену на именно на этот светильник. Всем рекомендую, всем советую. Всё, берите, покупайте. Вещь очень нужная и в хозяйстве, в семье всегда пригодится. Ссылка под видео. Всё, всем удачи. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok